МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 9 апреля. Вы смотрите программу День веков хронограф. В этот день, 9 апреля в 1667 году, в Париже состоялась первая в мире публичная выставка искусств. Она была организована Парижской академией искусств, а местом ее проведения стал Палас Рояль. 9 апреля 1821 года родился Шарль Бодлер, французский поэт, основатель символизма. А ты знаешь, что его отцу было 62 года, а матери 28? Да, возможно, именно этим и определено его творчество. Сам Бодлер в этой разнице и в возрасте его родителей впоследствии усмотрел нечто роковое, положившее начало его внутреннему разладу. Шарля Балавали, он был долгожданным и единственным сыном. Когда Бодлеру исполнилось 5 лет, его отец умер. Но не раннее сиротство, а то, что последовало за ним, стало для Шарля ошеломляющим умером. Через год его мать, к которой с раннего детства он был очень привязан, вышла замуж. Он всю жизнь до самой своей смерти называл замужество матери предательством, добавляя, что она не имела права выходить замуж повторно, имея такого сына, как я. В 11 лет его отправили в Корнеш. Бодлер воспринял этот шаг очень тяжело. Именно тогда он, изгнанный из мира любви, предательством матери, начал последовательное уничтожение этого мира. Его фетишизм, страсть к холодным женщинам и к укращенной природе, к предметам, преображенным человеческим трудом – все это способы мироотрицания. Потом он написал в сборник стихов «Цветы зла», навлекшие на автора судебное преследование за безнравственность. Специалисты называют его поэзию болезненной, поэзией изощренного эстетизма, находящего соотношение между звуками и красками и создающего мир красоты из контрастов пороков и святости, веры и богохульства. 9 апреля 1921 года в Ялте был основан музей Антона Павловича Чехова. Сейчас он широко известен как инициатор, организатор международных научных конференций «Чеховские чтения» в Ялте. Традиция проведения конференций была заложена в 1954 году. Кстати, ты знаешь, почему этот музей основали именно в Ялте? Ну, потому что с 1898 года писатель жил в этом городе. В течение года по его заказу строили дом и флигели. Чехово жил там с августа 1899 года по мая 1904 года. Спустя время там разместился музей. Здесь были написаны повести во враге, рассказы дамы-собачка и архиерей, на святках, невеста, пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». 9 апреля 1935 года в СССР было объявлено о ликвидации комиссии по наблюдению за государственными театрами. Комиссия эта просуществовала меньше двух с половиной месяцев, с конца января того же года. Расскажи, а почему же ее так быстро расформировали? Оказывается, в марте секретарь президиума ЦИК Авелину Кидзе, один из ее членов, попал в немилость к Сталину. В 1937-м его расстреляли, а тогда в 1935-м сняли со всех постов и заодно прекратили существование самой комиссии. 9 апреля 1968 года в Большом театре состоялась премьера балета Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Юрия Григоровича. К созданию «Спартака» Хачатурян, по собственным словам, готовился три с половиной года. Ради этого он даже предпринял путешествие по Италии. Композитор изучал античные картины, скульптуры, видел сооружения Древнего Рима, триумфальные арки, созданные руками рабов, казармы гладиаторов, колизей. Часто проходил по тем местам, по которым когда-то шел «Спартак» со своими сподвижниками. Все это вызывало музыкальные образы. И вот написан один из величайших балетов в мире. 9 апреля 1933 года во Франции в Нью-Ли-Сюрсене родился Жан-Поль Бельмондо, талантливший французский актер. Учился на курсах драматического искусства и в Парижской консерватории, потом работал в различных театрах. Сниматься актер начал с 1956 года. Известность ему принесла главная роль в фильме Жанна Люка Гадара на последнем дыхании. С того времени его имя вошло в историю кинематографа. К началу 1970-х годов он стал, как говорят кинокритики, ключевой фигурой кино, новой волны и одним из ведущих актеров Европы. Жан-Поль Бельмондо снимался у признанных мастеров режиссуры. У Филиппа Доброка в «Человеке из Рио». У Франсуа Трюфо в «Миссисипской русалке». У Жака Дере в «Борсалину». У Алены Рене и Жоржа Семпруна в «Стависке». В широкой публике актер полюбился в ролях полицейских и обаятельных мошенников, успешно снимаясь в коммерческих лентах, как в комедиях, так и в детективно-приключенческих фильмах, среди которых достаточно упомянуть такие фильмы, как «Кто есть кто» и «Игра в четыре руки». А по-моему, это политическое убийство. Сейчас все беды из-за политики. Возможно. Ну, до завтра. Спасибо. Может, вас подбросить? Впрочем, сам актер к многочисленным ролям в незамысловатых боевиках и авантюрных фильмах относится не без юмора. Бельмондо блистательно сыграл главную роль в остроумной пародии Филиппа де Брока «Великолепный». За свою профессиональную деятельность Бельмондо удостоен Ордена Почетного Легиона и многих международных наград. Сегодня 9 апреля. Наша программа «День веков. Хронограф» подходит к концу, а значит, настало время упомянуть о народных приметах. В этот день Православная Церковь почитает мученицу Матрону Солунскую. 9 апреля сходит последний снежный наст и прилетает чибис. Во двор свозили остатки сед. На Матрёны щука хвостом лёд разбивает. В этот день отбирали репу на семена. Родившимся в этот день следует носить аметист. Удачи вам и доброго настроения, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!